О пользе молока известно многим. Это ценный источник витаминов и минералов, особенно богатый кальцием, который крайне полезен для укрепления костей. Здоровыми и с белыми усами с дня молока ушли десятки горожан. Вкусный праздник проводится в регионе с 2013 года. Среди двух тысяч гостей праздника был замечен и глава региона Алексей Русских. Горожане дегустировали разнообразные фермерские сыры из домашнего молока. Лидирует пока качёта с пожитником, качёта с тимьяном и качёта классика. В принципе, мы с качёта начинали, она у нас всегда самая ходовая идёт. А так, с самого утра потихоньку и продажи, и дегустации людям нравятся. Мы довольны тем, что людям нравится, что люди говорят приятные слова о нашем продукте. Ну и какой праздник молока без виновника торжества. Волжские просторы, пестравка, новмолдом, станичный, давно знакомый жителям региона. Устоять от соблазна попробовать творог, сметану, йогурт, мороженое и молоко смог далеко не каждый. Пробовали какую-то продукцию? Да. Как вам расскажите? Вкусно. Честно, правда, вкусно. К сожалению, не знаю. Вот в фиолетовой палатке. Вкусно. Радует. Очень вкусно. Что пробуете? Творог. Почему вкусно? Вот я отсюда брала. А что пробуете? Друзья, встречаемся здесь ежегодно. Творог и сметану. Я только пробую сначала, чем вкусно. Развлекали ульяновцев на праздники кавер-группы и кулинарные мастер-классы. Всего гости дня молока попробовали 120 килограммов козьего и коровьего сыра, 30 килограммов творога, 100 килограммов сырников, 200 килограммов мороженого, 130 литров кефира, ряженки, сметаны, снежка и йогурта и 100 литров молочных коктейлей и молока. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Улправда ТВ.